Жители Москвы сократили использование личных машин на треть. Об этом заявил Максим Лексутов, руководитель столичного департамента транспорта. Если в 2010 году на один легковой автомобиль приходилось примерно полторы поездки в день, то в 2019 чуть более одной поездки. И это несмотря на то, что общий столичный автопарк вырос до 8 миллионов машин. Что касается легковых автомобилей, то по данным агентства Автостад в прошлом году их было 3,7 миллиона. В России начнутся продажи кроссоверов Audi Q5, доработанных немецкой компанией Apt Sportlane, которая специализируется на тюнинге автомобилей концерна Volkswagen. Audi Q5 Apt Edition будет отличаться особым аэродинамическим обвесом из оригинальных бамперов, накладок на пороги и двери, патрубков выпускной системы, а также спойлера на пятой двери. Интерьер и техника остались нетронутыми. Продажа стильной новинки стартует через несколько недель, но цены пока остаются необъявленными. Mercedes решил не дожидаться, пока шпионы сфотографируют рестайлинговый E-класс и сыграл на опережение, раскрыв первые подробности самостоятельно. В 213-м семействе появится 7 подзаряжаемых и 2 мягких гибрида. В салоне заявлены новый руль и медиасистема, а также 10-дюймовый дисплей вместо стрелочных приборов. Обновится автопилот и круговая система камер. На крышке багажника появятся дополнительные секции задних фонарей. Изменятся фары, решетка радиатора и капот. Увидеть обновленный E-класс мы надеемся уже на Женевском автосалоне, а европейские продажи должны стартовать летом. Субтитры создавал DimaTorzok